Дорога, связывающая Барышский и Базарно-Сызганский районы, одна из самых аварийных. Общая её протяжённость 23 километра и только два соответствуют нормативам. Сегодня здесь полным ходом идёт капитальный ремонт. Три километра участка дороги, который проходит по Барышскому району, общая стоимость 41 миллион рублей, проторговали и подрядчик на прошлой неделе приступил к выполнению работы. Срок окончания работы по данному участку является самым аварийным на всей дороге. Он выбран был не случайно. Срок окончания работы 15 октября. Как сообщил министр промышленности и транспорта региона, уже на этой неделе приступят к ремонту ещё одного аварийного участка в Базарно-Сызганском районе протяжённостью в один километр. В следующем году в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано ещё три участка. На границе с Барышским районом и у сёл Ясачный Сызган и Дубки. Всего с 2019 по 2022 года на приведение в безопасное и качественное состояние дорог Базарно-Сызганского района планируется направить почти 143 миллиона рублей. Осмотр строительства дорог был продолжен в Инзинском районе. Здесь обсудили реализацию государственной программы устойчивой развития сельских территорий, благодаря которой в регионе идут работы на трёх участках автодорог общей протяжённостью 9 километров. Среди них реконструкция 7 километров трассы к селу Юлова Индинского района. Работы завершены на 43%. Новая дорога идёт от поворота на населённый пункт, проходит через село и заканчивается около школы. С 15 сентября на участке начнут укладку асфальтобетона. В следующем году планируется продолжить реконструкцию до санатория и озера в Юлова, которые пользуются большой популярностью у жителей области. В настоящее время область поднялась ещё на одну позицию в общероссийском рейтинге по темпам укладки дорожного полотна в рамках нацпроекта и теперь занимает четвёртое место среди 83 субъектов. В Приволжском федеральном округе по этому показателю регион находится на первой позиции. Начиная с начала дорожно-строительного сезона по сегодняшний день, мы отремонтировали дороги на общей площади 2,5 миллиона квадратных метров. Цифра очень большая, но с чем сопоставить? Мы её перевели в общепонятные для населения, для всех граждан цифры. Если измерять сельскохозяйственные территории, то мы уложили 250 гектар асфальта. Если измерять более понятными территорию футбольного поля, то мы специально почитали, мы 349 футбольных полей заасфальтировали. По словам Дмитрия Вавилина, накануне учебного года самой важной задачей было подготовить школьные маршруты и привести их в безопасное состояние. Всего их на территории региона насчитывается 418. На сегодня все школьные маршруты используются для перевозки детей в школу и обратно. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ. Новости Улправды ТВ